Добрый день, дорогие друзья и коллеги! Я рада приветствовать всех вас на нашем замечательном семинаре, вебинаре, который любезно согласилась провести княгине Марисоль Дулятор Дуверн. Каждый год в это время мы находимся в ее замке Нелювей и Фонд поддержки Садов и Парка Франции организованы прекрасные мастер-классы для всех нас при поддержке Анны Филимоновой и ее замечательного фонда «Культурный перекресток». Я хочу дать слово княгине Марисоль, которая начнет наш вебинар. Дорогие наши друзья, я очень рада приветствовать вас здесь, в нашем виртуальном пространстве. Я нахожусь в своем фамильном замке Нелювей и оттуда с вами разговариваю. Я хочу дать вам два слова, о которой я очень познакомился, с его президентом Didier Wirth. Сначала я хотела бы несколько слов сказать вам от имени Фонда Парков и Садов Франции и его президента, Дидье Виртов. La Fondation a un certain nombre de missions, bien sûr, dont essentiellement la restauration, la restitution et la promotion de jardins historiques ou d'arboretum. В миссии нашего фонда достаточно много, и одна из главных это как раз рассказ о наших замечательных садах, о той реставрации, в которых она проводится в исторических садах. Et un autre aspect très important est la formation par la connaissance à l'art des jardins. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui en vous introduisant à un certain nombre de jardins historiques en France. Другая наша миссия, это дать возможность узнать как можно большему количеству людей о интересных садах, о техниках французского садоводства. И это то, что сегодня мы с вами проделаем на примере моего сада. Et puis, chaque année, nous donnons des bourses à des étudiants ou à des chercheurs qui travaillent sur des sujets précis. Et nous aidons à la publication de livres liés au jardin. Каждый год наш фонд также дает стипендии студентам или молодым исследователям, которые пишут научные труды на основании именно исторических садов. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel. Vous avez en Russie l'association des connaissances des jardins historiques qui fait un très bon travail et qui est présidée par Olga Taratinova, la directrice de Cercueille-Sélo. Je ne vais pas vous parler trop longtemps, mais je veux dire, qu'il y a une associe de partnér. Vous avez en Russie, qui est, называется, «Vosrождение historiques des jardins historiques du jardin », qui est présidente de l'Oleve-Ladislava Taratinova, la directrice de Cercueille-Sélo. Итак, в этом смысле интересно то, что наши цели и наши задачи во многом похожи, и поэтому мы сотрудничаем. Вот, сейчас я хочу уже говорить не обо мне, а о наших фамильных садах, если можно уже поставить презентацию. Ле шато Денель-Вейн, которую вы видите с аэрвием, это одна из фортересс феодальных сетей в центре Франции. Вы любуетесь на этой фотографии, вы видите с птичьего полета крепости, одну из наиболее полностью редко сохранившихся равнинную крепость средневековый феодальный замок. Посмотрите, замок был построен на базе еще более старинной тоже сторожевой постройки. Восьмиугольник в плане и полностью окружен водой. Такие классические рвы средневековой крепости, защищающие ее от нападения. Интересно заметить, что когда-то, когда вот в 13 веке этот замок был построен, системы рвов было две. То есть было еще второе кольцо, поскольку крепость не находится на горе, как зачастую бывают в средневековье, а на равнине. Во время эпохи Возрождения вторая линия обороны через водяных рвов была практически полностью уничтожена. Смотрите, я рассказываю о том, как после столетнего войны в 1467 году мои предки, крупная семья Дубини, приобрела этот замок и решила не жить в старинном части жилой. Вы видите сейчас, это то, что называется шатлет, вход, видите, в центре. И справа от входа, это то, что было раньше жилыми помещениями крепости укрепленной. После столетней войны эпоха средневековья заканчивается для Франции, начинается эпоха Возрождения, появляется совсем другой образ жизни, и мои предки строят вот этот, можно сказать, дворец-жилище, парадное жилище для своей семьи уже по стилю Возрождения. И в это же время жизнь меняется, и вокруг замка уже не требуется оборонных сооружений, и начинает появляться желание построить сады для приятной жизни. Как вы уже поняли, во время Средневековья вокруг замка была система воды, и эта система воды использована теперь для удовольствия. Отведенные рвы достаточно далеко от самого замка устраивают систему водных садов. В центре вы видите такой остров, это такая типичная архитектура для сада эпохи Возрождения, полностью окруженной водой. Вы видите, за мышкой вы видите прямо чуть выше над квадратом сада замок, они сравнимы по объему. Один гектар это территория собственно замка, уже внутри стен, и один гектар это квадрат острова окруженной водой. Иль пара и петти, а коте де сет énormе иль, ки еде форму каре, а лорк нузавон а коте у нутри, ки еде форму ректангуляр. Совсем близко от этого большого острова справа находится другой небольшой островок. На самом деле, первый jardин этого типа был создан в Фонтенблоу в 1530, и это сделано школу, и большой архитект Андрюэй Дусерсоу создал книгу, в котором он установил множество моделей в книге. Начало таких водных садов с водными островами было положено в 1530 году в одном из замков недалеко от Фонтенблоу. И знаменитый исследователь Андрюэй Дусерсо написал как раз об этом и рассказывал, в общем, основные принципы постройки такого водного сада в эпоху Возрождения. Un magnifique exemple de Carré en Lille, que vous connaissez probablement, est celui du château de Chenonceau, qui est situé sur une rivière à côté du château, et qui est très beau. Один из самых знаменитых, который вы, наверное, все видели, по крайней мере, на фотографиях, это такой остров в замке Chenonceau, знаменитый замок, который перекинут мостом через реку Жер, и рядом с рекой вот также находится такой квадратный сад полностью окруженный водой. Как вы уже поняли, вот эта система водная, которая изначально была сделана и задумана для оборонительных сооружений, она позволяла достаточно, так, с большим совершенством использовать воду, иметь ее постоянно в необходимом количестве, и на этой старинной средневековой системе гидравлической построены эти сады. Поэтому мы воспользовались системой охранных рвов и приходом, естественно, воды из источников и из отведенных рек. Вода для сада это, конечно, стихия, которая очень важна, она становится источником удовольствия, отражения, купания, и в то же время она очень важна для самих растений, то есть водный сад, он лёгок в обработке. Ли сиэкл пас, ле трасе де жардин эволюет selon ле моды и ле сиэконстанс, ме ле жардин д'о, ке вы voyez беен а гауше, а луэст ду шато, рэст иншангей, жуску милю ду дизнёвием. На старинной карте вы видите, как система воды оставалась практически неизменной, в течение веков, карта XIX века, и несмотря на то, что сады вокруг нашего имения, вокруг замка менялись, водная система осталась функциональной. На снимке вы видите кадастр еще наполеоновских времен, очень много практически во Франции сохранилось с тех времен и так же используется в 1830 году. После революции разные перипетии происходили с замком, но тем не менее он продолжал быть семейной собственностью, и парки менялись, была эпоха английского парка в середине XIX века, но остров остался. Вы видите здесь плавные переходы таких округлых аллей по-английскому стилю, который был написан архитектор Мимбр. И они были в противостоянии с формами очень ригидной формы из-за большого карета Лил, который был превратен в очень красивый пастырь, и шартреузы, которые были связаны с фруктами. Конечно, вы видите, что такие овальные мягкие формы английского сада входят в некое противоречие с жесткими формами квадратного острова. Обратите внимание на квадратики слева от первого центрального квадрата. Это очень интересная часть садов, они называются шартреузы, и опять-таки это связано с неким сельскохозяйственным использованием. Этот остров центральный довольно долго был производственным огородом, который кормил владельцев. В 1985, так и один год после того, мы получили пастырь. Я говорю о нас, потому что я в моем эпохе работы и реставрация. Мы получили пастырь, которая получила много разрушений в этой саде с центром парка. Моя семья использовала замок многие веки, и в конце 19 века, уже когда была английская мода, как вы видели, предыдущий сад был в 19, в 20 веке. Я жила в замке, и хорошо помню, в 1985 году был огромный ураган, который поломал очень много деревьев, и пришлось задать себе вопрос, что будет дальше с нашим садом. Я всегда говорила, что пастырь делает наш пастырь как будто бы верден, потому что все были абсолютно вертолеты, и это было очень драматические события, связанные с Первой мировой войной, и синоним какого-то совершенно жуткого разрушения называется верден, баталия, в которой было очень много жертв. И Морисоль, дает Ордуверн, сравнивает здесь состояние парка с садовым верденом. Настолько было все разрушено, все выворченные корни, парк был просто в ужасном состоянии. И тогда надо было решать, как мы будем реставрировать сад. Было задумано вернуться к садам эпохи Возрождения и рядом создать уже современный сад, но вдохновленным именно этим историческим рисунком, который вы сейчас видите, собственно говоря. Alors, я не знаю, если вы видите мою флешку. Анна, вы видите мою флешку? Не знаю, но вы видите мою флешку? Не знаю, но вы уже, да. Вы видите, справа от канала, от квадрата, где четыре таких островка, мышка двигается, вы будете еще немного? Потому что там, я не вижу. Là? Нет. Танпи. Сейчас нам показывают розовый сад справа от центрального квадрата. Вы видите такие вот немножко более причудливые формы с овалом внизу и массивами приближающимися к верхней, как бы северной части, где уже заметен замок. То есть, вы говорите о розовое в флешке, в флешке, в флешке, в павильоне санс? Для этого нет, но я буду делать. Я просто объясню, где вы хотите говорить. Д'accord. Я оставлю вам это. В этом месте было придумано разбить розари из старинных сортов. И вы видите здесь два маленьких таких павильончика с конусообразными крышами. Это то, что осталось в садовой части от эпохи Возрождения. Сейчас вы видите вот эти вот причудливые такой формы прямоугольники на центральном острове. Они с тех пор произошли некоторые изменения. Центральный остров был превращен в зеленый остров, закрытый грабовыми изгородями, очень красивыми, высокими, которые вы в ближайшее время увидите на фотографиях. А вот сейчас мышка идет по левой части фотографии. И как раз та часть, которую на предыдущем плане вы видели слева от огорода, это то, что называется шартрез. Зеленые комнаты с каменными стенами, практически с каждой стороны, без крыши, это то, что позволяло разводить очень интересные фрукты. И об этом как раз и пойдет речь в этой части сада. Alors, ces jardins ont été restaurés и créés sous ma direction avec l'aide de Pierre Joyeux, que les stagiaires de nos voyages ont connu en formation. Et puis, l'aide de ma fille. Некоторые из тех, кто когда-то участвовал в программе, которую рассказывала Карина Христофоровна, знают архитектора, с которым мы реставрировали эти сады. Его зовут Pierre Joyeux. И мне помогала также моя дочь. И мы задумались сделать из этих садов действительно некую точную копию садов Ренессанса. И шартрезы повлияли особенно на создание этого сада. Потому что структура существовала. Садов Ренессанса. Садов Ренессанса. Садов Ренессанса. который был на плане справа от острова. Садов Ренессанса. Садов Ренессансанса. очень-очень красивые, но цветут они всего один раз в году. Конечно, определенное время цветения роз, я посадила несколько из современных сортов, но всего из старинных, практически около 200 старинных сортов было посажено в этом розарии, и в определенное время суток, когда идет сезон, просто завораживающий запах. И есть также этот павильон, который полностью вывел из magnifiques роз, которые здесь в полной флорезе. И сейчас мы очень-очень красивые миллионы, которые полностью вывели эти два маленьких павильончика. Это тоже старинный сорт, цветет только один раз в год, но когда он цветет, это совершенно потрясающий период вокруг этого сада. Сейчас вы, после того, как вы видели уже план, вам будет проще понять, что мы находимся, вот как раз при входе за павильончиками открывается панорама на канал. Это левая часть канала, которая окружает с четырех сторон центральный остров Карианиль называется, это такое вот название, квадрат на острове. А розарий, который вы только что видели, находится слева за немножко наклоненным деревом. В глубине маленький павильончик, который зазывает вас войти в сад. Внутри этого острова, как я уже говорила раньше, было время, когда был просто очень полезный для нашей семьи огород. Были также цветочные массивы, которые видны были на акварельном рисунке, который со старинным планом. А сейчас на центральном острове такие зеленые луга полностью скрыты вот такой зеленой изгороди, постриженной из граба, которую вы видите на левой части. Это мы уже как бы обошли остров и подошли к его правому углу при подходе к шартрозам. Сейчас мы проходим по центральной аллее этого острова, который вы уже неоднократно видели на планах. Нынешнее его состояние – это вот высокие грабовые изгороди до пяти метров, которые регулярно стригутся. И они скрывают от глаз четыре прямоугольника и проводят вас через весь остров в сторону шартроз. Это одна из особенностей нашего сада – веселые топиарные объекты, они ритмично украшают переходы от одного мостика к другому, чтобы переходить из различных островов водного сада на другой. Сейчас вы представьте себе, мы только что пересекли по центральной аллее остров, он сейчас остается слева, и через другой мостик мы входим в другое пространство, то, о котором мы уже не раз упоминали, шартрозы, они скрываются справа, за зеленой изгородью, за зеленой изгородью, там уже не только изгородь, но еще и стены каменные, которые вы увидите уже внутри. «Историческая особенность создания шартроз – это создание микроклимата, теплые, еще до, как бы, изначально для создания того, чтобы вы взрывали пораньше фрукты, которые сажались в таких зеленых комнатах. Стены каменные, которые вы сейчас увидите, сохраняли тепло и давали определенный микроклим. То есть изначально это сельскохозяйственная такая вот фруктовая структура». «Изначально такая структура была сделана первый раз в в Версале, в королевском огороде. Есть также еще очень интересные тоже места, персиковые стены в Монтре, которые, собственно, тоже использовались в эпоху Людовика XIV для производства фруктов, для двора». «Ктое, как вы уже поняли, сады, которые сейчас находятся и придаются взгляд посетители в замке Нелювье и сады современные, построенные на планах садов возрождения. Поэтому мы не использовали шахтрой, присуществующие изначально у нас для собственного производства фруктов. Мы создали определенную экскурсию по стилю французского сада, которое сейчас вы и увидите, поскольку анфилада шахтрой представляет собой путешествие по истории сада». «Первая шахтрой, она как бы не полностью закрытая, и ее особенность – это удивительный вот этот белый-зеленый цвет из многолетников и несколько замшитов, которые вы здесь тоже видите на переднем плане». «Первая шахтрой, она не существовала только в 19-м веке, поэтому они всегда сажали только в оборудовании». «Степенно вам становится ясно, что такое шахтрой, потому что мы входим вот в эту анфиладу, через такие высокие порядка тоже пяти метров, четырех метров стены, которые открывают вид через такую длинную аллею до статуи помоны, которая опять-таки призывает нас войти в сады». «Первая шахтрой, она полностью посвящена фруктуры и культуры, выращена в самых разнообразных формах, можно сказать, скульптурные фруктовые деревья, выращенные по технике «La Quintinie», это знаменитый садовый архитектор, скорее даже садовник Версальского огорода, который выработал удивительную технику подрезки фруктовых растений». «Ло принцип «de la Quintinie» – это что, чтобы иметь хорошие фрукты, нужно дать им максимум солнечный и солнечный. «Можно было бы подумать, что это просто шутка садовника, но на самом деле Quintinie руководствовался очень четким принципом. Его беспокоила не только форма, а скорее даже больше урожай. И для того, чтобы дерево давало как можно больше крупных и сочных фруктов, нужно было, чтобы каждому зайчатку, каждому бутону, каждому фрукту попадало как можно больше солнца. Поэтому он убирал лишние ветки». «И это дает возможность использовать одну бутону, и он ему дает форму, и он креет много фруктовых форм. И таким образом, убирая как можно больше лишних веток, Quintinie представлял себе различные формы, которые таким образом можно было давать деревьям». Вот это не очень может быть видно хорошо, но это арки из грушевого дерева. То есть по всей длине такой арки в конце года, в конце лета, свисает большое количество груш. И сейчас я вам покажу «Киевский садовник», который делает абсолютно замечательный работ. в таких удивительных фруктовых форм, которые вполне достойно и конкурентны могут быть работе сановников Версальского и Горолевского огорода. Мы сейчас в этом ряде, который называется «Жардин Медитация», который импередуя из «Жардин Мояна Жека». Сейчас мы с вами в следующем ряде, где мы в Истонах у Вишня, в Средневекуном доме. Он заканчивается на нифе, которую мы не видим на моем фотографии, и на фрешке присоединяем к Син Франсуя Д'Ассизе, «Парландоусь», в центре этой шартрюзе находится зеленый павильон, такой некий топиарный объект, который я вам сейчас сразу не показываю, поскольку центральная часть этой шартрюзе посвящена святому французу ассийскому, который разговаривает с птицами. Это копия фрески Джотто. Дальше мы приходим уже в более возрожденческий сад, где речь пойдет о приятном времяпровождении. В таких садах во время возрождения хорошо было прогуливаться, ведя светскую беседу, и делалось это в таких зеленых галереях, которые одну из них, вы видите на фотографии, это деревья превращенные в свод. И такая прогулочная аллея по всему периметру проводила гуляющего, и он мог любоваться всеми цветами, которые росли в центре сада. Здесь, как вы видите, мы сделали не в шарпенте, но в тюле, что обязывает делать очень регулярно детали, потому что фреска в тюле является отваженной, и сделает потерять линия, которая очень красивая, дана через бранжу. Особенности нашей аллеи – это то, что мы сделали ее из живой липы, которую приходится постоянно стричь, чтобы сохранить такой вот немножко католический свод высокий, почти готический, который видно, когда вы входите в эту аллею. Потому что растение продолжает расти, давать очень много веток, и у садовников много работы. В центре этой шарпенте очень много разных пакучих растений, лекарственных трав, цветов, которые привлекают пчелы и позволяют делать мед. много из путешествий, потому что эпоху Возрождения путешествия тоже стали развиваться. И вокруг этой центре, в центре этой шарпенте находится колодец. Мы использовали пчелы как топиеры, и мы leur дали формы inhabituelles, что это была большая характеристика de la Renaissance, где они таили, в результате, много деревьев и арбюстов. Здесь хорошо видно несколько фигурных фруктовых растений за колодцем слева и справа. Вы видите такие, как подсвечники, потом такие пампушки. Это представьте себе яблони, груши, которые тоже осенью заполняются огромным количеством фруктов, спелых и очень вкусных. Мы переходим к следующему фруктову, а также, мы переходим к следующему фруктуру. Невит вам сейчас предложит. Посмотрите, это апофеоз французского сада. Pardon, я хочу лот. Вот. Вот. Мы в один jardин который описывает французский саду которые были созданы в 17-м году Вы видите сейчас это сад, который только что вы посмотрели и который собственно видно у Марисоль за спиной это сад, который говорит о классической французской традиции, установленной знаменитым французским садовником Ленотром. Вы видите кружево из самшита, которое очень хорошо видно с птичьего полета, а на заднем плане этот знаменитый трияж. Alors, вы видите здесь как у тапа который выделяет подборную французскую брукту, который вот этот партер, который напоминает просто настоящий декоративный ковер, это типичное явление для и для нотра. Пардон, но... Voilà. И л'autre grande характеристика des jardins la française sont ces треяges. Треяges, которые вы видите, это тоже типичное для регулярного сада украшение, сделанное из таких тоненьких деревянных досочек, которые тоже позволяют структуру сада подчеркнуть. Заканчиваем нашу прогулку, возвращаясь ближе к замку, где по-прежнему сохранился пейзажный парк. Л'eau est omniprésente dans le parc du château où elle joue un rôle essentiel. и обслуживать рвы и водные сады и все это в постоянном движении и вода журчит и она украшает наш парк. И мы видим здесь совершенно средневековую систему гидравлическую которую мы поддерживаем и ее функционирование очень важно для нашего сада. Вы видите овальную форму как раз вот этого окружающего парка который вокруг восьмиугольной крепости которую вы видели в начале наших фотографий. здесь я предлагаю вам полюбоваться красивой такой формы которая вокруг круглого замка который является центром проводит посетителей и позволяет ему полюбоваться всей территории нашей усадьбы. В заключение я бы хотела сказать что наша семейная очень большая работа по созданию современных садов на базе планов эпохи возрождения придали нашему замку особенный характер и богатство его истории таким образом еще больше воспринимается нашими посетителями. потому она поддерживает парк интересным поворотом в нашей истории нашего замка и в использовании вот этого садового искусства и во всех его гранях. Теперь, если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них и надеюсь, что вам было интересно. Я думаю, что мне надо прочитать... Прочитать вопросы? Алло, алло, алло. А, все так? Мне как-то кто-то их немножко отредактировал или я читаю все подряд, что у нас тут происходит? Я читаю подряд, да? Значит, экономическая школа, очень интересно. Тут это очень интересно. Что с ним, по-нставству, через годин регулирую, то мы можем видать зиму моно-жардин, то, в том числе, где мы нахватили seule espèce de plante qui justement donne le nom au jardin la roseraie le cyrénégarien je ne sais pas ce que c'est avec quoi est liée cette tradition de jardin monoculture si je peux dire je dirais qu' il n'y a pas vraiment de jardin monoculture la roseraie oui en effet c'est une collection Но мальчик, он входит в ридирарии, но я не знаю, что это. С чем связана традиция? Марисоль сказала, что традиция в основном касается розариев, а так уж совсем моно-садов, ей даже в общем голову не приходит в узор, а вы пойдете туда, кто с экзамплой? Есть, конечно, есть. И в конце концов, в жардах Лаконтини, в Верже, у нас много фруктовых деревьев, которые используют очень много фруктовых деревьев, тоже могут быть примером такого использования одного сада. И второй вопрос, скажите, что вы думаете о предстоящем фестивале Moscow Flower Show, который пройдет в необычном онлайн-формате, как вы думаете, можно ли в таком режиме представить идеи и мастерство профессиональных садовников? Будет ли в этом году в составе жюри? И какие на этот раз будут критерии оценки участников? Что касается критериев, я, конечно, не могу сказать, какие будут точно критерии в этом году, но с моей точки зрения, судить работы профессиональных художников по эскизам, это вполне реально. И это будет, можно будет делать, уделяя внимание конкретному предложению и в использовании тех или иных растений. То есть это, в общем, меня не шокирует, наоборот, это очень может быть интересно. И так, если вы хотите, когда мы знаем что желание такое желание, то знаем, что мы знаем, что наши мечты called to predict. Так что у нас есть много критерий, знаний, для того, как мы знали о планах. Кроме того, участники жюри – это люди высокопрофессиональные, которые хорошо уже по эскизу могут представить себе, если этот эскиз достаточно детализирован, как эти растения, задуманные с садовником, будут вести себя вместе, будет ли это красиво. То есть это, конечно, неким, так сказать, к воображению нужно будет, так сказать, участникам жюри для того, чтобы судить, но критерий у них все равно будет достаточно много, это не проблема. Я думаю, что это очень интересное. Это будет фестиваль и будет интересно участвовать в жюри. Пожалуйста, какая ситуация с COVID-19 и как это будет влиять на сады? Как вы знаете, у нас будет тяжелый сезон, потому что мы много были закрыты и вообще было много жертв, поэтому мы ждем и не дождемся, когда наконец сезон откроется. Но мы, когда мы говорим, мы, когда мы говорим, это были очень интересные встречи, организации, по эквиваленту вашего губернатора, то, что мы говорим, то, что мы говорим, мы говорим, в конец регионального Пореза. Мы говорим, мы все сезон, мы говорим, как мы говорим, и как мы говорим, изhofстанчиков и туристов в наших воружениях и в наших монументах. Я так поняла сейчас, что у нас не меняется организация, и Карина Христофоровна будет заделывать следующие вопросы. А я пока переведу то, что сказала Марисоль. Сейчас вот в рамках борьбы с последствиями ковида во Франции были сделаны очень интересные собрания профессиональными организациями, управляющими туристической средой, которые зачастую принадлежат парке и сады, и были разработаны различные меры по приему посетителей, чтобы это было сделано максимально безопасно для них, и в то же время, чтобы можно было максимально быстро разводить, вернуться к нормальной деятельности посещения парков и садов, которые пока что до сих пор закрыты. И вот, и в франции тоже. Но, конечно, для многих очень посещаемых садов проблема с безопасностью и с наплывом посетителей существует, поэтому они по-прежнему некоторые еще не открыты или открываются постепенно. Но мы могли открыть уже с 11 мая для посетителей, пока только из ближайших городов и деревень. Но для нас тоже это потребовало определенные усилия для того, чтобы продумать о проходе, про всех билетных кассах и так далее. То есть это все сложно. Теперь Карина Христофорна говорит, да? Да, вы знаете, я просто читаю сейчас благодарности, которые тут сыпятся просто буквально. И слушатели благодарят Марисоль за прекрасный рассказ. И вот Елена Каптилхина пишет. Как она ответит? 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать! И кроме того, в любом случае мы надеемся, что мы опять организуем что-то для посещения. Но если вы просто приедете в рамках путешествия личного, то вы всегда можете послать имейл через Moscow Flower Show. И если я на месте, я буду рада с вами познакомиться и поприветствовать вас. Прекрасно! Аня, тут еще на французском языке, если вот вы видите, у вас, не знаю, есть у вас… А, да. А, да. Есть ли какие-то архитекты джердин, которые вы admireете, которые вы любите больше, и в чем они имеют их секрет? А, да. А, да. Ну, конечно, я много благодарю за что я больше знаю. Я всегда два номера, которые мне помогают в сердце. Первый, это Луи Бенеш. Луи Бенеш… У нас, конечно, многих современных архитекторов. Один из тех, кто у меня, наверное, сразу приходит на ум, это Луи Бенеш. Луи Бенеш, это большой ботанист. Он очень хорошо знает ботанику. И в его эскизах всегда присутствуют знания этого ботанического качества растений, которые позволяют делать удивительные миксер-бордеры. Он стал знаменитым, когда работал над реставрацией садов в Лувре. Когда я говорю о луврских садах, это скорее все-таки надо правильнее говорить о садах туэлери. Потому что в луврских садах, которые были созданы в Лувре, они были созданы по-другому, но не по-другому, я не забывал его имя, Виртс, который был огромный кредит в луврских садах. Он был умер сейчас. Где у них? Они между Карузел и Лувр. А вы, да, я вообще-то говорила о работе Луи Бенеша именно в садах Тюлери, потому что не надо путать с той частью, которая в районе арки Карусель, и это прилегающий почти к пирамиде, это было сделано архитектором бельгийским, который сейчас умер, который зовут Дидье Вирц. Ты по Дидье, что ты можешь еще не пахнуть. Я не знаю его имя, но неважно. Друзья мои, я должна, я вынуждена вас немножко прервать, я прошу прощения, но дело в том, что сыпется, просто у нас осталась одна минута, вопросы сыпутся, очень много благодарности, я просто вот хочу одну только прочесть, в это тяжелое время Валентина пишет, из-за пандемии ваш рассказ как бальзам на душу, спасибо большое. Много очень вопросов профессиональных, но мы сделаем так, друзья мои, мы передадим это княгине, она ответит на ваши вопросы, и мы вам их отправим, потому что просто не хватает времени. Можно просто в комментариях потом, где будет выставлено. Да, мы это все обязательно сделаем. А сейчас мне хочется поблагодарить княгине Морисорду Леатурду Верн за прекраснейшую вообще, за за виртуальное путешествие. Я могу сказать, что я погрузилась просто снова в это прекрасное место. Есть люди, которые говорят, что это действительно формирует, в период пандемии, в путешествии, как так. Но когда мы находимся в jardине, когда мы видим красивые фотографии в jardине, это чудесный больдер, и мы мечтаем с всякой imaginацией. Нам не хватает ничего, это вкусы. Единственное, чего вам не хватает, это запахи. Потому что когда мы смотрим на сады, мы уже в каком-то смысле погружаемся в эту потрясающую кислородную, новую воздушную среду, которой так не хватает, когда мы находимся на карантине. Академия искусств, вот Игорь Бурганов пишет, спасибо за прекрасную возможность всех увидеть в это тяжелое время самоизоляции. Очень хороший вебинар. С уважением, Бурганов Игорь. Ну, я думаю, что на этом, наверное, придется закончить. Я не смогу просто всех прочесть, сколько у нас осталось времени. Ну, вот ровно минута. Ровно минута. Хочу сказать, что мы прощаемся, но мы скоро увидимся, завтра мы увидимся. И мы продолжим. Продолжение следует на следующий вебинар. У нас прекрасная встреча с моей студией Марисоль Беларон-Беларон-Беларон, которая является, я могу так сказать, что это единственное в мире, нету подобных, это абсолютнейший эксклюзив, который сделала любезная Марисоль. И действительно, мы получаем какую-то необыкновенную информацию из первого пост. Поэтому у нас завтра ждет очень интересный тоже день. Ну, вот, мы говорим до новых встреч. И мы еще благодарим вам за эту замечательную презентацию и на селекцию других jardин, которые зрители будут посетить в следующем году в нашей серии вебинар. Эдуард Миканян, я знаю, что Морисоль его знает, это театр Геликон, который она обожает, который она приезжает в Москву. И вот он послал вам сердце, большое сердце, Морисоль. Спасибо большое, Руба, спасибо всем. Спасибо.